От чего зависит легкость пищеварения? Легкость пищеварения зависит от надежности желудка. А что такое надежный желудок? А надежный желудок это оптимальное состояние кислотно-щелочного равновесия. И вот как раз таки кислотно-щелочного равновесия, особенно в летнее время, очень часто нарушается из-за того, что мы грешим употреблением сладких напитков, мы грешим употреблением холодных продуктов, мы грешим употреблением овощей, которые не сходятся друг с другом по системе ферментного антагонизма. Но коль так это случилось, и коль живот у вас вздулся, и вы чувствуете в области пищеварительной системы, особенно в области солнечного сплетения, чажесть, боль, нагрузку, и ворочаетесь сбоку-набок ночью после шашлыка, не в силах заснуть. Чем вы можете себе помочь в этом случае, друзья? Использованием двух точек, которые находятся у вас в буквальном смысле на руках, под руками. Итак, две знаменитые точки. Точка зубного врача или точка здорового желудка. Вот она, вот она. Один миллиметр отступаете от угла наружного указательного пальца слева, или указательного пальца справа, и знаменитые точки хэгу слева, и знаменитые точки хэгу справа. Если вы левша, то вы воздействуете на это место у себя в течение 40-50 секунд. Если чувствуете тяжесть в области желудка и затрудненного газоотделения, а потом помогаете себе в течение полутора-двух минут использованием точки хэгу. А если вы правша, делаете это справа, ровно в такой же последовательности, а потом, как говорит моя жена, умница и красавица, меняете руки местами. А для того, чтобы закрепить успех использования этих замечательных точек, точек здорового желудка или точку донтиста, точку железного гвоздя или точку хэгу, не забывайте о том, что у вас есть наша знаменитая точечка доктор Джелдж. Если вы левша, заканчиваете ваши экстерсизы, то есть упражнения над точками слева, а если вы правша, те же самые музыкальные инструменты справа. Больше рецептов для легкого пищеварения, комплексов упражнений для облегчения состояния желудочно-кишечного тракта. Мы продемонстрируем ближайшее воскресенье на нашем авторском воскресном вебинаре. Ссылка под этим видео. Регистрируйтесь и обязательно приходите. И помните о том, что именно в воскресенье вы узнаете три, три, как говорит моя старшая внучка, три. А может быть даже течиры, рецепта замечательных супов из топора. Из топора. Обязательно приходите, не пожалеете.